Калининградский завод Автотор собрал начальную партию кроссоверов Genesis GV70. Как сообщают, это уже пятая модель бренда, локализованная в России с 2016 года. Правда, степень локализации крошечная. В Калининград приходят готовые кузова, силовые агрегаты и шасси, которые остается собрать воедино. Напомним, что сам GV70 нам предложат в трех версиях. С четырехцилиндровым бензиновым турбомотором 2.5, дизелем 2.2 и турбированной бензиновой шестеркой. Все моторы сочетаются с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Заявленные цены лежат между четырьмя и шестью миллионами рублей, но дилеры явно скорректируют их вверх. Заказы принимают с середины августа, а фактически продажи начнутся в сентябре. И еще немного о Genesis. Электромобиль у марки уже есть. Это 370-сильный седан G80, который вышел весной. Но то была конверсия машины с ДВС, хоть и довольно удачная по характеристикам. А вот на специально спроектированной платформе EGMP построена другая модель – GV60. Технически это близнец хэтчбеков IONIQ 5 и KIA EV6. Но никакие характеристики не опубликованы. Поэтому отметим очевидное. Фирменная решетка оказалась в бампере, в фарах нет привычных полосах ходовых огней, а капот заходит далеко на крылья. Корейцы назвали эту технологию Clamshell Hood, то есть раковина-моллюска. 12-дюймовые дисплеи в салоне уже знакомы нам по электрическим Hyundai и Kia. А вот камера и экрана вместо наружных зеркалов GV60, видимо, получат первым из корейцев. Закончим тему альтернативной мобильности водородным BMW. О начале ходовых испытаний прототипа немцы отчитывались еще в июне. А теперь сняли остатки камуфляжа, потому что предсерийную машину не просто привезут на автосалон в Мюнхене, но и позволят протестировать. Внешне от обычного X5 водородный отличается разве что бамперами и сеткой в ноздрях. А внутри это совершенно другая машина. Во-первых, заднеприводная. Потому что в центральном тоннеле и под задним диваном уложены баллоны на 6 килограммов водорода. Единственный тяговый электромотор установлен на задней оси и развивает 374 силы. Но это на максимуме. А если батарея не названа в емкости разрядиться, то электромотор возьмет только 170 лошадиных сил от электрохимического генератора. В топливные ячейки поставляет Toyota, а вся электрика собственного производства и унифицирована с электрическими кроссоверами, BMW iX и i4. Больше подробностей мы узнаем не позже, чем через год, когда стартует серийное производство.